Строительство школ, детская преступность и система межведомственного электронного оборота стали темами видеоселекторного совещания главы Чуваша и Михаила Игнатьева с главами администрации муниципальных районов и городских округов. 50 миллиардов рублей будет направлено регионам на строительство учебных заведений с федерального бюджета в 2016 году. Михаил Игнатьев особо подчеркнул, что средства получат те муниципалитеты, которые самостоятельно ищут и пути софинансирования. Кто с учетом имеющейся проектной документации начинает строить общеобразовательную школу, с вводом в 2016 году федеральные средства получите полностью на стоимость этой школы. Инициатива сегодняшнего дня должна быть от муниципальных образований. Не ждите, когда мы вам деньги дадим и вместе построим. В новых школах работа должна идти по-новому, в том числе и работа по профилактике правонарушений. По информации министра образования и молодежной политики Владимира Иванова в 2015 году, почти на 12% по сравнению с 2014 увеличился уровень преступности среди несовершеннолетних. Если смотреть разрезы по квартальной динамике, то первой тенденцией была до половины года резкий рост, всплеск. И нами были предприняты соответствующие меры вместе с муниципалитетами по персоналифицированной и индивидуальной работе, в том числе летний период мы охватили несовершеннолетних, которые у нас числились не только совершившие, но и которые попали в список комиссий по делам несовершеннолетних, как потенциально опасные, или по крайней мере, которые могут совершить правонарушения. Мы их охватили достаточно плотным вниманием и к концу года нам удалось эту тенденцию несколько снизить. Рост произошел в Чебоксарах, на Чебоксарске и Парецком районе. В трехвечерней школах города Чебоксары сегодня учатся около тысячи человек. Причем в вечерней школах устраиваем элиц, которые освобождаются от смес лишения свободы. Также там учатся цыгане. Туда уходят дети, которые заканчивают год на двойке. Вместо того, чтобы стать второгодником родителям, родители уходят в вечернюю школу. И мы сейчас эту практику прекращаем. Открываем дополнительные секции, дополнительные кружки. В прошлом году их открыли более 70, более 1300 детей. Стали заниматься дополнительными видами спорта, кружками. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, что в республике многое сделано за последние годы для развития детско-юношеского спорта. Кроме того, дополнительное образование в художественных, музыкальных и школах искусств Чебоксар стало бесплатным. Но взрослые отчетливо понимают, что ситуация улучшится только тогда, когда будет проводиться индивидуальная работа с каждым подростком. Руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за качество профилактической работы. Одним из инструментов профилактики правонарушения может стать и военно-патриотическое воспитание. Командующий войсками Краснознаменного центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий прислал на имя Михаила Игнатьева письмо с благодарностью за оказание помощи и поддержки в организации проведения осеннего призыва. Об электронном документообороте рассказал заместитель министра информационной политики и массовых коммуникаций Александр Сидоренков. В ряде муниципалитетов нарушают сроки ответов на запросы, которые поступают по системе межведомственного электронного взаимодействия. Наибольшее количество запросов, по которым так и не было получено ответов, приходится на Канажские, Ядринские районы и город Канаж. Михаил Игнатьев призвал детально проанализировать причины низкой активности использования системы. Глава Чувашии также представил участником совещания Ларису Арсеньеву. Она стала первым заместителем руководителя администрации главы Чувашской республики, начальником управления внутренней политики. Татьяна Молокова, Республика.